Недостаток тепла жители Алтайского края, которые используют печное отопление, ощутили еще в начале октября. В регионе возник острый дефицит топлива. Причина пояснил министр ЖКХ Евангелев большой экспортный спрос кузбасского угля, нашего главного поставщика топлива. Поэтому власти вели переговоры с соседом. Месяц спустя это дало плоды. Уголь есть в принципе по всей территории края. Иногда бывает где-то перерывы незначительные, есть где-то очереди по записи записаны. Но в принципе где-то отсутствие угля в настоящий момент и невозможности человеку купить уголь себе в домохозяйство, таких проблем на территории края нет, за исключением, к сожалению, одного района, это Локтевский район. О замерзающих жителях Локтевского района мы рассказываем не одну неделю. Так, жительница поселка Масальский Наталья неоднократно обращалась в районную администрацию с просьбой наладить поставки. В ее доме уголь закончился несколько недель назад. Уголь у нас вот здесь хранится. Угля совершенно нет. Угля нет, топить нечем. Все, что было, уже все вымели. Вот крошечки остались. Галина Петровна сказала, по телефону никаких комментариев не будет. А почему? Это уже не ко мне. Ну то есть люди так и будут замерзать, правильно? Это не ко мне, я не в курсе. Но вы же тоже там живете. У вас есть уголь? Да, у меня есть уголь. Но спустя четыре дня Галина Петровна все-таки прокомментировала ситуацию в районе по видеосвязи. Правда, алтайскому министру ЖКХ. Двумя предпринимателей, которые торгуют для населения нашего района, они прекратили поставки из-за отсутствия подвижного состава. Значит, пока идет только уголь, но очень маленьких количествах. Мы выдаем остро нуждающихся категории граждан по одной тонне. На сегодняшний день вывезли 77 домохозяйств, 98 тонн вывезли. Такого объема хватит всего на неделю тепла. Некоторые отказались от такой подачки. Тем более, тонну угля людям предлагают за 5,5 тысяч рублей, так как никто не отменял доставку. Кстати, половину от стоимости доставки край компенсирует. Правда, лишь ветеранам труда, труженикам тыла, да жертвам политических репрессий. 50% за доставку. Мы все на это обращаем внимание, что она тоже подорожала. Соответственно, в бюджете края на эти цели предусмотрено. И мы, независимо от того, сколько стоит доставка гражданину льготной категории, 50% соответственно оплачиваем. Субсидии на ЖКХ, в том числе и на твердое топливо, которое сегодня подорожало, предоставят и гражданам с низкими доходами. На эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей, добавила Наталья Оськина. Для этого нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства. А между тем, Российский народный фронт уже обратился в прокуратуру Алтайского края с просьбой провести проверку дефицита топлива в районах и резкого увеличения цен. Валентина Оскерова, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.